в облако. Я включил запись. Да, я вижу, ты включил запись. Все, тогда, собственно, друзья, сегодня у нас, я короткое объявление дам, сегодня у нас 29 сентября 2020 года, московское время, 12 часов 0 минут, включена запись второго дня нашей конференции, и конференция начинается, второй день конференции начинается. Спасибо. Значит, кто не выступает, отключить звук. Я тогда сам сейчас буду отключать. Вот уже 31 человек. Ну что, Саш? Ты запускай свою презентацию. Все, даю. Ты ее запустил уже, а тебе разрешение дает? Все, отлично. Причи полноэкранный режим. Сейчас даю. Причи полноэкранный режим. Дорога, мои друзья, good morning. Maybe good day. My presentation is devoted to the new experimental results in the Lianer physics. The name of my presentation called Neutron Flux X-ray Radiation, Optical Radiation in Heterogeneous Plasma. My presentation will be in Russian, and small comments will be in English. My presentation is prepared in English, but my language will be in Russian. Значит, ну, содержание здесь представлено, четыре части и заключение. Значит, относительно экспериментальных установок. Ну, вы, наверное, помните все, что, значит, основные установки, основные... Просто из одной песочницы. Как будто вас не завершился. Кто там? Основная установка у нас это плазменно-вихревой реактор, который состоит из трубы кварцевой. Значит, в конце имеется генератор вихревого течения, завихритель, анодный блок, горячий электрод и катод. Значит, это катодный блок, связанный с соплом. Здесь вот поток выходит, поток движется слева направо. Он подзапирается конусом, на котором устанавливаются термопары для измерения энтальпии. То есть мы контролируем энтальпию на входе, контролируем энтальпию на выходе, контролируем мощность, поданную в реактор, и тем самым, значит, измеряем энергетический баланс в этом реакторе. Сейчас моя задача рассказать о тех новых диагностических методах и новых результатах, которые получены на этой установке. Значит, вот основные электроды, которые исследовались в наших экспериментах, это никель с добавкой Индии, и основным паром был, значит, основным рабочим телом, рабочим газом был, значит, вот water steam, водяной пар с расходом, значит, здесь указанным. Значит, ну, типичная скорость потока на этой установке приблизительно 10 метров в секунду, вот, но я должен сказать, что центробежные силы очень большие, если учесть, вот радиус этой, диаметр этой установки приблизительно 6 сантиметров, там 10 в третьей же, то есть, ну, это гигантские ускорения, которые разделяют, значит, по массе легкий тяжелый газ, и у нас водород, нарабатываемый из водяного пара, он является активным агентом, который взаимодействует с никелевыми наночастицами, которые производятся из катодного материала в режиме онлайн, значит, вот, по сути дело концентрируется как легкий газ по оси и происходит, значит, а вот Инди, мы, как правило, закладываем вот в анод, и вы видите, синенькая такая полосочка, это вот как раз характерное такое свечение Индии, которое не смешивается почему-то, два плазмоида не смешиваются, а вот никелевые жгут, он такого вот желтого и яркого белого света крутится, как две змеи вокруг друг друга. Ну, вот здесь показана типичная картина разряда в рабочей камере, оно слева, катод, видите, покрыт, значит, эрозийными частицами, шубой из эрозийных частиц справа, вот вылетает из него микрокапельки, пять обозначенных, эти капельки попадают вот в этот шнурик, значит, и шнурик сам их находит, потому что когда вылетают эти микрокапли, они имеют потенциал практически катода, это виртуальные катоды, разряд бьет в эти значит капельки, образуется шуба вокруг них, они взрываются, значит, ну и вот, значит, получается то, что мы в физике все равно мы имеем ядрышко в центре, а вот снаружи есть оболочка, ярко светящаяся оболочка, вот основной реакцией, которые, Леннер, реакцией, которая происходит, это в этих капельках, вот в этой шубе, потому что в этой шубе нарабатываются нано-кластеры никеля, вот, вторая установка, о которой я буду говорить, это настольная там, установка, которую я предлагаю всем сделать, она очень информативна, очень просто делается, пробирка, в которой, так сказать, устанавливается, значит, один из электродов, второй трубчатый электрод сверху, значит, помещается, значит, и через эту вот трубку можно подавать, значит, тот газ, который выдавливает отсюда воздух, ну, для того, чтобы исключить процесс горения, ну, и в то же время, допустим, если я водород подаю сюда, он является активным газом для того, чтобы осуществить реакцию с засыпкой нанопорошка исследуемого, в нашем пробирке мы исследовали нити, никелевый нанопорошок, титановый, алюминиевый, значит, рабочими добавками являлась, кроме водорода, значит, тяжелая вода, легкая вода, значит, ну, и вот основной акцент моей презентации будет сделан на диагностику, в первую очередь, это оптическая диагностика, вторая, это различные нейтральные датчики, и третья, это вот мы только что получили, значит, рентгеновский спектрограф, но я о нем немножко позже расскажу, вот сам мой реактор, он вот, ну, настольный, так сказать, учебный, там, домашний, дома, вот любит про, значит, Саша, значит, Пархомов заниматься, ну, я тоже вот решил, он там детил делал, а я это пробирком сделал, и вот самая важная деталь этого реактора, это мы, значит, подносим или располагаем здесь постоянные магниты, ну, и вот, значит, в чем сила этих магнитов, собственно говоря, магнитное поле, помогает нам, значит, ну, во-первых, осуществить контракцию разряда, вот шнур, так сказать, плазмный, уменьшается приблизительно в 10 раз, при этом увеличивается значительная температура, и ярко светит плазма, невыносимо ярко, тогда у вас, так сказать, ну, ярче сварочные дуги, хотя токи, как я вам показывал, вот, обратите внимание, извините, значит, вот, но до токов не дошли еще, токи там очень маленькие, значит, вот, ну, магнитное свойство никеля известно, их можно, так сказать, поднимать магнитиком по этой, по стенкам пробирки, и прям изучать досконально вплоть до частицы, как она будет взаимодействовать вот с диссоциированным или ионизированным водородом, вот, значит, по сути дела, вот, магнитное поле помогает значительно ускорить вот плазма ассистит Леннер, то есть, это стимулированные реакции Леннер, вот, и, значит, очень легко получается вот химическая трансмутация элементов тоже благодаря магнитного поля. Значит, ну, теперь основные источники, которые мы используем, источник постоянного тока, всего-навсего до 64 мА, источники уже посерьезнее, до 2 А, тоже постоянного тока, и источники импульсного тока, значит, до 1 кА, вот, вот, длительностью там до, значит, максимальная длительность у нас была несколько миллисек, значит, ну, начну я с первых результатов, которые вот мы получили, мне кажется, очень интересные, значит, с помощью рентгеновского спектрографа Х1-2-3, вот, Макс Фомичев, я уже говорил о нем вчера, значит, помог нам достать этот спектрограф в Америке, в Америке, и вот, мы благодарны ему, потому что спектрограф имеет хорошую полосу, в том диапазоне, который нам нужен, от 100 электронов вольт до 10 кФ, вот, с хорошим разрешением, ну, и вот, вы видите, вот эту коробочку, размещенную, вот, в рабочей секции реактора ПВР, вот здесь вот тонкой фольгой алюминиевой, значит, закрыто, значит, здесь есть сквозные отверстия, значит, вот, но, к сожалению, бериллиевые фольги не нашли, значит, вот тонкая фольга алюминия, 10, там, 30 микрон, было способно вот пропускать исследуемое излучение из этой гетерогенной плазмы, и мы его регистрировали, значит, ну, вот сам спектрограф, значит, Макс присылал нам калибратор в виде, значит, изотопа ферн 55, здесь вы видите, вот, калибровочный спектр, значит, вот, вот этих вот калиний и L-линий уже, значит, никеля, я здесь не написал, никеля, значит, вот, а, нет, пардон, вот этого калибратора железа, ну, и, значит, вот эта шкала моментально тогда перестраивается в кэлах, значит, ну, вот разрешение по полуширине достигает 100 электронвольт и меньше, вот теперь типичные, значит, спектры, которые получены в этой гетерогенной плазме, значит, смеси аргон-водяной пар, в котором использовали никелевые электроды, ну, вы видите, вот типичный спектр, значит, один, второй, значит, ну, и здесь вот нарисовано справа, значит, некие вот эти вот пики, расшифрованные с помощью калибровочного эксперимента, вот, ну, и что мы видим, ну, во-первых, это, так сказать, в отличие от того, что Карабут видел, и многие другие, в том числе МИЛС, это не есть тормозное звучание, это есть все-таки некие там линии, которые, они переналожены, так сказать, вот, и характерные пики хорошо различимы, значит, вот здесь они показаны, но что это за пики? Мы сначала обрадовались, что вот там очень похоже на кислород, там одна линия вот этого вот печё, а второе на фто, ну, кислород плюс водород, это как раз есть фтор, вроде всё просто и ясно, а нет, вот это вот линия 0,96, а здесь вот они, так сказать, ну, близко, вот 0,97, но, на самом деле, ещё раз, вот если мы посмотрим уже переходы никеля возбуждённого и Купрома, они тоже близки вот этим пиком, который мы, значит, определили, близки, но не те линии, то есть вопрос о расшифровке вот этих полученных линий, что они означают и каким внутренним состоянием возбуждённого никеля, а мы ставку делаем на никель, значит, прежде всего, значит, соответствует. Мы вот с Валерой Николаевичем Затилетовым имели некую дискуссию, так сказать, это полезное, это сообщение, которое, собственно, и позволяет надеяться на то, что мы выходим на механизм, когда вот протон застревает во внутренних оболочках и образует так называемые двухъядерные молекулы, так сказать. Ну, один шаг до холодного синтеза в ядре, значит, если это К-электроны, электроны, но первый шаг, это, скорее всего, образование вот таких неких странных молекул, которые потом через действительно вероятность казахов велика, могут уже, так сказать, осуществить и ядерные вариации. Вот второй эксперимент у нас был, так сказать, близко к этому, значит, имеет значение для объяснения его, значит, это вот мы делали эксперимент по, значит, пытались напрямую вот из этого выходящего потока извлечь электрическую энергию, вот, значит, то есть это вот гетерогенная плазма, она распадающая, вот это сопло выходит в воздух и мы здесь вот располагали трубчатый электрод, который заряжал вот эту вот емкость и просто напряжение, вот там зарядка, мы мерили вот этот потенциал. Ну и вот что видно, что значит потенциал, значит, ну, вы видите, что величина потенциала вот постоянного потенциала, она колебалась у нас от 100 вольт до 1200 вольт. Что странно, вот напряжение на электродах было переменное, то есть это синусоидальное было напряжение в ВЧ, значит, источник у нас здесь запитывал эту установку, значит, так вот 450 кГц, значит, ну, среднее значение тока и напряжения было ноль, а здесь получается что вот такая гетерофаза выпрямляла этот, значит, как выпрямитель плазменный, так сказать, служила, возникал некий батарейный эффект, и вот этот потенциал, обратите внимание, он очень близок к тому КЭВу, который мы мерили с помощью рентгеновского спектролета. Ну, это вот из-за процесс зарядки емкости, значит, который мы потом вот эту энергию уже можем использовать. К сожалению, ток и эффективность вот такого прямого излечения энергии из гетерофаза гетерофаза не превышает 10%, к сожалению. Вот, теперь перейдем к регистрации нейтронов. Ну, вот схема по регистрации нейтронов показана здесь, вот различные нейтронные детекторы располагались вокруг этой плазмы, значит, или вокруг вот этой вот пластиночки, вы здесь вот видите радиометр кран-1, который был калиброван с помощью на, значит, он специально, эта головка кран-1 на медленные нейтроны, калиброван был в дубне, значит, вот мы, так сказать, были, знали его чувствительность и размер вот этой вот головки чувствительного элемента. Вот здесь вы видите, значит, другой значит, детектор нейтронов, здесь вот порядка 12 трубок на отделе 3, это вот, так сказать, ну, специального назначения, военные используют, так сказать, вот такой, значит, ящик. Ну, вот надо отдать должное Сергею Годину, он участвовал в этих экспериментах, это его, значит, ящик, и вот мы, значит, все-таки с помощью его регистрировали вот этот всплеск нейтронов, когда вот плавно включалось, мы видели, что вот в Аргоне, хотя там один и тот же источник, одни и те же наводки, ничего нету, как только подается вот водичка, значит, появляются вот такие вот, так сказать, существенные сигналы, заметные, значит, мы, ну и когда мы выключали вот здесь плазму, значит, вот это проходил, значит, рентгеновский спектрометр, который был рассчитан на большие кэвы, от 20 кэвы выше, показывал ноль сигналов, здесь вот, так сказать, нулевая его отметка, значит, ну вот второй результат, ой, извините, пожалуйста, второй результат, значит, вот здесь представлен, мы его опубликовали раньше, значит, на прошлой конференции говорили о нем, значит, вот если посмотреть, как меняется напряжение на, значит, электродах наших, то вот воду мы здесь запустили, вот в этот момент, значит, напряжение начинает, так сказать, постепенно-постепенно подниматься, степень диссоциации водорода становится большой, вот, и вот было замечено, что нейтронный поток начинается вот отсюда, с порогового напряжения, и это пороговое напряжение, обратите внимание, 3,5 кВ, опять это кВ, значит, и оно, кстати говоря, близко к напряжению 3,75 кВ, фейнманскому потенциалу знаменитому, значит, 3,73 кВ, так сказать, ну это, что такое 3,73 кВ? Это у вас энергия покоя электрона, деленная на постоянную тонкость той структуры, 137, это вот есть экспериментальные результаты, нам все время подталкивают, подталкивают, что здесь релятивистские электроны, как Валерий Николаевич говорил, работают, вот, значит, типичные результаты, показанные на регистрации кран-1, когда мы делали импульс, напряжение подавали, вот здесь желтым он обозначен, значит, всего 200 вольт, но когда включали источник питания, видно, что, значит, появлялся вот этот характерный сигнал, значит, типичный для медленных нейтронов, ну вот этот вот шум, это плохо осцилляться, это плохо, так сказать, это дефект источника питания нашего, вот, но, что было отмечено, что вот этот самый выстрел прошел, импульс прошел, после него еще продолжалось до 10 вот таких вот вспышек, похожих на нейтронные сигналы, значит, более того, если мы поднимали напряжение вот на этом импульсе, начальное напряжение на накопителе больше трех куровых, появлялось помимо вот этого сигнала, вот обратите внимание, это уже большие времена, вот сам импульс, вот этот я сжал вот до таких времен, значит, получается, что вот много-много мелких вот зюбзиков, которые в зуме выглядят вот так, и вот калибруя вот это вот по этому напряжению, ну, больше этого напряжения нейтроны не могут быть, мы считаем, значит, ну, порядка кэва, то можно пооценить по амплитуде, считая, что линейная характеристика вот все-таки нашего детектора, значит, что вот все-таки вот амплитуда вот этих сверхмедленных там нейтронов не превышает одно десятую кэва и меньше, скорее всего, они тепловые. Ну, и вот основной вывод, значит, вот эта вот энергия, оценка энергии вот такая, мы фиксировали количество частиц порядка 20, диаметр детектора такой, поэтому вот полное число частиц 10 в 4, ну, а поток за секунду, это получается, вот колебался у нас от 10 в 5 до 10 в 6 нейтронов в секунду, но на сфере, у нас находился вот этот детектор на 100 сантиметрах, вот на этой сфере. Ну, и основные выводы, значит, следующие, значит, нейтронный поток, но мы считаем, что это не совсем нейтронный поток, значит, нейтрон-like particles is measured by радиометр кран-1 and радиометр SPRs. Total particle flux is about 10 в 6 нейтрон per секунду. It is revealed that there is a high voltage threshold сферешол вот порядка about this value in the electrical discharge for stable, for the stable neutron flux creation in our experiment. Intensive soft X-ray radiation with the energy, quantum energy less than 4K EV from Hb is measured by spectrometer Amtec X-123 and our Russian radio spectrometer Bder. Thank you very much for your attention. И я готов ответить на ваши вопросы. Желающие задать вопросы здесь вот справа в нижнем углу поднять руку. Я смотрю Валерий Тимирбулатов хочет задать вопрос. Включите звук. Валерий Тимирбулатов включите звук в нижнем левом углу. прошу задавайте вопрос. Валерий Тимирбулатов меня слышите? Отзовитесь. Ну что-то у него с микрофоном, поэтому у кого-нибудь есть вопросы? Надеждин, да, вот я смотрю. Давайте по мере поступления. Надеждин Александр, прошу. Просто выяснил насчет этого американского спектрографа. Как правило, они приходят вместе с программой, которая позволяет читать спектры. Вы что, не пытались сделать, вместо того, чтобы просто угадать что там? Во-первых, это не угадать что-то. А мы калибруем программу предусматривают калибровку вот этих спектров. Точно по калибратору. Во-вторых, предыдущая версия X1.2.3 была с программой расшифровки. Ну и это вот такие экспериментальные результаты у нас имеются. Мы докладывали на прошлой конференции. Так что они очень близки оказались. И я рад этому, что все результаты повторились. Линии те же самые. И расшифровка была автоматическая. Не нужно было калибрировать. Вы правы. То есть такая программа есть. И библиотека расшифровки линий она имеется. Следующий вопрос. Дмитрий Баранов. Меня слышно? Да. Анатолий, все-таки хотелось бы понять, что это за нейтроны, которые немножко другие? Это как понимать? И вот показал бы сколько таких, сколько других. у тебя же хороший детектор был. Почему тут данных нет? Значит, вот еще раз. Значит, вот мы сейчас ну ты знаешь, значит, вывели... Да я знаю, что я тебя не наблюдал, нейтронут. Значит, еще раз. Мы сейчас вывели с помощью вот Володи Чеплева значит, напрямую сигнал значит, вот с этого кран один. Раньше он просто считал эти импульсы и счет давал. Поэтому по форме сигналов ну безусловно это очень похожие частицы на нейтроны. так сказать. Ну я показывал так сказать форму их как они выглядят. Вот. значит, вот эта мелочь, которая там идет в хвосте значит есть ли это вот так сказать нейтроны или это не есть нейтроны в этом так сказать как говорят вот великий там актер говорил есть ли жизнь на Марсе или нет надо еще убедиться 20 раз чтобы понять с чем мы имеем дело. Ну это правильно конечно. Убеждайся потом докладывай. А что что такое непонятное выкладываешь? Путаешь людей. Значит вот еще раз было зафиксировано два типа сигнала. Вот редкие сигналы шли они точно повторяли значит вот нейтронные сигналы и были вот эти вот значит мелкий дребезг который наблюдался на протяжении очень длительного времени несколько секунд после выключения импульса с ними значит они появляются не всегда они появляются только когда значит используется добавка инжекция тяжелой воды в этот порошок вот в пробирке без него ничего нету если в обычную воду добавляешь никакого никаких сигналов нету значит это мы видим значит ну и коль скоро это считает нейтронный дтф мы назвали это nlp то есть neutron like particles Владимир Чепелев последний вопрос да а я хотел вот что спросить вы разряды разные применяете вы применяете и разряд постоянного тока и разряд переменного тока и комбинированный постоянный плюс переменный вот как бы какой разряд лучше условно говоря вот так вопрос хороший значит ну в общем вот значит значит вот с новым с новыми рентгеновскими приборами которые сейчас у нас очень так сказать помехозащищен очень так сказать у него очень хорошее разрешение что меня поражает так сказать вот мы никогда не видели вот в непрерывных разрядах в том числе в АЧ когда вот имеются там милливерсовые колебания значит наличие значит вот к примеру мягкого рентгеновского излучения но когда значит имеется модуляция то есть имеется вот импульсный разряд фронты значит и заполнением или без заполнения вот в этом случае так сказать вот вспышки настолько яркие настолько мощные вот нейтронов и так сказать вот рентгенских сигналов что ну значит здесь не ошибешься как говорится и второй момент но если бы это было так сказать просто факт наблюдения вот значит ну неких спектров это еще один момент но мы при этом точно имеем корреляцию со вспышкой катода он так сказать начинает светиться и гудеть так что на уровне взрыва так сказать вот у него идет треск там яркость повышается вот этой шапке и так далее и так далее то есть корреляция наблюдается очень сильно с с эрозией с процессами эрозии катодного катодного материала итак мы время первого доклада так сказать стекло кто не успел задать вопрос может его задать в вечерней сессии круглого стола так второй докладчик прошу Анатолий Иванович вы свою презентацию закройте да следующий доклад Валерий Зателепин я попытаюсь сейчас свою презентацию включить я включил видно видна моя презентация пока нет странно стоит несколько участников могут демонстрацию одновременно главного через слово демонстрация экрана прошли через команду ну да я прошел и там все было нормально вот я еще еще раз пытаюсь еще раз демонстрация экрана вот это я сделал вот а что сейчас видно вот на экране анатолий молодец правильно подсказал сейчас видно вот я сейчас пытаюсь включи пожалуйста полный экран вот тут я что-то слайдшоу слайдшоу да слайдшоу слайдшоу начать сначала сейчас должна быть большая да да все отлично да ну значит вот это вот называется перенос значит холодной темного водорода вот с помощью вода воздушной смеси и методы его диагностики значит вот тут несколько слов хотелось ну сказать по поводу истории происхождения этой работы дело в том что мы я уже это несколько раз говорил и вот еще раз вынужден говорить потому что чувствую что люди как бы этого не очень осознают вот очень хорошо все это осознает например Шишкин который в свое время занимался занимался защитой от радиационных поражений и он знает что игры с различными радиационными процессами являются фатальными во многих случаях они бывают иногда и полезны но скорее как обычно в природе все фатально бывает мы занимались несколько лет исследованием никель водородных теплогенераторов то чем занимался Росси там Пархомов мы тоже несколько десятков не сотен правда как Пархомов но несколько десятков разнообразных конструкций исследовали разнообразными методами в разнообразных условиях и многочасовых и суточных ну правда многомесячных не было непрерывных так вот мы ясно почувствовали присутствие какой-то какой-то компоненты которые собственно вот как мы поняли и генерируется в этих всех процессах и вот постановили с Баранова мы лаборатория ЛИС Баранов Зателепин мы установили что пока мы не разберемся с демонстрацией генерации этого вещества этих процессов излучения которые радиационных процессов которые генерируются в ходе работы в части никельно-водородных устройств мы дальнейшие шаги делать не будем и вот эта работа один из шагов получения информации по поводу генерации этого вещества которые там что-то делают на дисках возможно людям портят здоровье а некоторых даже и убивают ну вот я хочу напомнить что мы в ходе этих исследований вот вчера я докладывал в ходе этих исследований пришли к выводу что генерируется некое вещество которое мы назвали темный водород значит вот водород электронитральное вещество он состоит вот его рисунок я тут показываю он состоит из двух протонов двух электронов вот один электрон вот второй электрон в принципе вчера Дангян сделал предположение что это по-другому может выглядеть предположение очень справедливое я тоже занимался другими конструкциями из этого вот из этого конструктора два протона и два электрона и но пока там по ряду причин остановился вот на этой конструкции смотрите значит в центре этого вот как он устроен я напомню вчера 40 минут говорил ну вот сегодня тоже пару слов скажу значит два протона и один электрон они образуют так называемый ион Барута который имеет размер 0,3 на 10 радиус 0,3 на 10 минус 13 электрон метра а на расстоянии 1 на 10 минус 13 располагается в стороне немного один электрон который связан с вот этим вот как бы ядром связан с помощью магнитной силы не клоновской а магнитной силы вот как ни странно вот центральный электрон он вот электроны оказывается вот мы это не понимаем и не знаем и к сожалению не знаем что при если электроны друг с другом сблизить достаточно близко то они начинают притягиваться вот это вот такое важное свойство в результате вот такое вещество образуется вот как мы его назвали темный водород оно вот очень маленького размера 10 минус 13 метра напомню что там обычного вещества имеет размер 10 минус 10 то есть в 2000 раз примерно больше чем вот этот темный водород значит вот значит наша основа наших рассуждений ну это рассуждения а вот какие экспериментальным результатам мы приходим на основе этих рассуждений мы сейчас попробуем увидеть значит вот хочу напомнить еще одно два вернее фантастических следствия из того что вот мы такое вещество образуем дело в том что это общеизвестный динамический факт о том что электрическое поле около релятивистки двигающегося электричества отличается от кулоновского вот здесь формула она такая довольно сложная но на самом деле простая вот можно сказать что кулоновское поле изменяется на релятивистский гамма-фактор вот такой вот несмотря на то что этот темный водород он который генерируется в разрядах он является вроде бы должен быть электронейтральным потому что два протона и два нейтрона всего и как-то они там сконструированы но вот в силу релятивистского вот этого фактора гамма-фактора оказывается электрическое поле этого отлично от нуля вот не кулоновское оно было бы равное нулю потому что сумма зарядов равна нулю а вот один из электронов двигается с огромной скоростью он релятивистским является в результате мы имеем поле отличное от нуля электрическое и магнитное поле в результате тоже получается отличное то есть это частица и магнитоактивная очень магнитоактивная и она генерирует электрический заряд вот электрическое поле вот хотя заряда вроде бы нет ну вот основная наша установка значит смотрите вот это химдифайер вот ну это увлажнитель по росту значит это обычный бытовой увлажнитель такая вот штука которая повышает влажность в комнате но мы ее используем как генератор водо-воздушной смеси вот водо-эрфлоу трубочки диаметром примерно 1 сантиметр обычная пластиковая трубка по ней вот этот пар мы его называем хотя на самом деле это водо-воздушная смесь поступает в разрядную камеру дюсчарч и чембер муан значит чембер муан это камера номер 1 в ней происходит разряд вот разряд очень важным является то что разряд у нас устроен вдоль потока поток смеси вот движется разряд уже устроен так же ну сейчас из-за не менее времени не буду этого вопроса касаться но отмечу просто мы уже вот к моменту собственно создания этой экспериментальной установки скажите какое давление внутри возникает в разряд атмосферное давление обычное атмосферное давление ну может быть чуть-чуть выше ну совсем чуть-чуть выше там на какие-то тысячные сотые доли атмосферы вот вот здесь располагаем внутри разрядной камеры располагаем CD1 вот компьютерный этот самый диск номер 1 вот а сверху вне камеры над ней располагаем компьютерный диск номер 4 вот потом это будет важным дальше из вот этот водовоздушный поток из этой камеры по такому же сантиметровому примерно значит вот шлангу обычный шланг которым воду поливают на дачах люди значит вот дальше он смесь идет в камеру номер 2 чембер 2 в которой располагается CD диск номер 2 дальше по такому же шлангу в чембер номер 3 где располагается CD диск номер 3 вот и все это потом выбрасывается в систему вытяжки потому что на самом деле вот этот вот положительный он или отрицательный действует на человека вот водовоздушная смесь еще вопрос вчера Печелюга рассказывал нам о том что вода которые вот вы не обратили внимания но там фантастический вода вот тут все время вода компенсируется здесь же водовоздушная смесь идет вот эту воду он собирал пил там червей эти черви в 3 раза в 4 раза быстрее регенерировали чем значит вот обычно когда обычной водой поешь значит ну вот исследования строились значит вот здесь показан на левом в пластиковом пакете на четвертой сиди диска вот специальными ножницами так аккуратненько нарезаем одну четвертую и аккуратно стараясь не царапать это все дело значит вот помещаем в пластиковый пакет и располагаем вот только что показал 4 вот таких кусочка располагаем в окрестности нашей установки вот здесь все это потом начинаем рассматриваем этот диск микроскоп под микроскопом вот здесь я показываю типичную чтобы было понятно вот о каких размерах с микроскопа идет речь вот вот это одна десятая миллиметра вот ширина вот этой темной полоски одна десятая миллиметра по сути даже чуть-чуть меньше 0,76 тысячных миллиметра чуть-чуть меньше чем одна десятая миллиметра то есть вот сейчас что-то буду показывать и вы сможете видеть что это ну на самом деле некое увеличение примерно там 40 раз так грубо говоря не такое уж мощное но достаточно мощное чтобы увидеть то чего человеческим глазом просто так и не увидишь вот теперь я показываю как значит выглядит срез CD-диска потому что я заинтересовался а как же CD-диск собственно устроен и оказалось что это такая непростая вещь и я честно говоря не очень понимал как он работает вот смотрите вот это один миллиметр вот CD-диск вот его срез вот 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 часть вот наружная часть CD-диска она делается из поликарбоната конструкционного поликарбоната который собственно формирует CD-диск вот как твердую некую конструкцию снаружи снаружи вот это тут вот каким-то там рисунком покрыто paint surface вот ну какой-нибудь рисунок для красоты вот вот светлое есть алюминиевый 0,3 миллиметра слой алюминия который на самом деле там играет огромную роль в CD-диске сейчас мы не будем этого касаться но вот важно то что вот он вот так расположен и вот с другой стороны значит вот этого алюминиевого алюминиевой поверхности полагается напоминается на этот диск оптический поликарбонат 0,3 миллиметра вот этот слой оптического вот он зеленоватый такой слабовидимый оптический поликарбонат 0,3 миллиметра и вот здесь вот я показываю что грубо говоря есть две возможности нарушений вот этого оптического вот этой оптической поверхности одна совсем близко прилегая к поверхности к алюминиевому вот к этому слою алюминиевому а вторая где-то в толще оптического поликарбоната или даже на поверхности оптического поликарбоната чтобы все это увидеть мы подсвечиваем сбоку вот back light back light line вот мы сбоку подсвечиваем если светить нормальным образом по этой ринникулярной ни черта не видно вот надо сбоку так вот знаете по теневой фотографии только тогда а вот эта линия наблюдения микроскопа вот микроскоп observation line вот по ней чего-то можно видеть но для того чтобы что-то увидеть нужно сбоку подсвечивать значит вот следующий слайд вот типичная поверхность чистого CD диска перед экспериментом видим что ничего нету ну там бывает кое-что совсем мало чего-то видно но практически вот он такой чистый вот а вот вот это вот выглядит после хоть какого-нибудь эксперимента вот 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 эти вот теки как мы их называем вот два типа следов теки треки и кратеры значит вот это вот уже картинки с этого самого с компьютерного компьютерного микроскопа вот я вам показывал что вот чем ну вот что такое 1,1 миллиметра вот мы видим что это вот размер трека заметно меньше 1,1 миллиметра вот это внутри разрядные камеры вот такие вот чертят кто-то там чертит какие-то линии мы считаем что это темный водород другие люди считают что это что-то другое ясно что есть какая-то субстанция которая занимается вот этой вот работой вот она вот там генерируется и она начинает чертить потому что просто и как она чертит чуть-чуть попозже значит об этом скажем вот а вот это вот левый рисунок вот это вот мы тут видим эти частицы как мы считаем они слиплись в основном вместе с воздухом они слиплись с кислородом воздуха и вот они такие вот оставляют вот следы за счет магнитных сил взаимодействия с поверхностью вот этого чистого середиска вот вот следы прости увеличение какое здесь вот я только что говорил что вот увеличение в 40 раз всего 40 раз ну вот здесь чуть больше может быть около сотни вот очень большое увеличение дело в том что был момент когда мы занимались большими увеличениями но как ни странно большие увеличения путают очень сильно потому что ничего током исследовать невозможно нельзя поверхность большую взять а это уже макроскопические процессы это все на все на больших размерах на размерах уже миллиметров там каких-то микроскопов с тысячным увеличением они только все запутают вот такие вот интересные следы бывают это тоже вот я подтверждаю что это магнитные явные вот я их называю значит вот даже жемчужные подвески как я их называю явные объединения вот здесь вот увеличенная примерно вот это в 40 раз увеличенная вот это увеличенная еще больше чуть-чуть вот такие вот интересные следы объединения вот этих вот значит вот мы считаем темного водорода потому что я только что в первых слайдах показывал что он обладает и электрическими и магнитными свойствами из-за магнитных свойств он именно из-за них взаимодействует с взаимодействует с окружающим воздухом объединяется с ним из-за магнитных сил потому что кислород является очень магнитоактивным веществом магнитоактивным веществом не только электроактивным вот и у кислорода огромный магнитный момент вот и он с этим темным водородным объединением создает вот такие вот вот такие бульбульки создает которые прилипают к поверхности CD-диска вот вот здесь я сравниваю значит вот вот здесь слева это Жигалов-Пархомов на прошлой конференции вот рисунок они давали с CD-диска своего какого-то эксперимента на никель-водородном генераторе а вот мы в разряде вот только что я показывал установку как она выглядит мы видим что совершенно одинаковые треки совершенно одинаковые вот эти самые какие-то значит вот мы их хракерами называем вот следы на CD-дисках это все очень похоже таким образом процессы это разные а все одинаковое значит вот здесь вот мы видим появление магнитных свойств если частиц мало вот они смотрите в такие интересные кружочки образуются вот если присмотритесь там еще таких кружочков полно вот это так объединяются магнитные магнитные частички это же дипольные частицы вот они либо так объединятся когда их очень много то они слипаются совсем в кучу и вот какие-то гумераты образуют вот ну вот я сейчас показываю дело в чем когда вся эта работа вот она с мышами была очень коррелирована о которых вчера Панчелюга рассказывал и вставал вопрос а передается ли вот это вещество с помощью водо-воздушной смеси и мы установили что да передается потому что вот здесь я вам показываю CD-1 вот в разрядной камере вот видите вот точные следы значит CD-диск располагается в разрядной камере вот значит когда я CD-диск в камере вот там их на целом расстоянии на некотором по пути движения вот этой смеси мы видим тоже похожие менее интенсивные но все похожие следы рисуются на CD-диске вот это говорит о том что переносится это вещество вот это послужило основой тому чтобы мы там мышей не в камеру совали где разряд где ясно что там что-то еще кроме там просто обычный разряд будет действовать на эти самые на мышей а вот переносится некоторое переносится некоторое вещество переносится воздухом значит вот ну это вот показана немножко другая установка суть которая состоит вот в чем значит она очень важна и результат очень важен вот смотрите мы мы поняли что вот эти CD-диски которые конечно хороши и они прям сразу показывают как только вот поставил этот CD-диск если на нем какие-то следы есть значит чего-то там такое происходит вот но это все не так просто этот CD-диск обрабатывает потом компьютер а может быть какие-то другие методы более нам внятные и понятные вот один из них мы разработали и будем его развивать вот электроскоп вот разрядная камера смотрите вот она вот генератор водо-воздушной смеси вот по трубочке идет пар заходит в разрядную камеру в продольном значит потоке происходит разряд не в очень большом напряжении обратите внимание что напряжение направления тока совпадает с направлением движения вот этого водо-воздушной смеси это тоже на наш взгляд важным является дальше потом из разрядной камеры выходит этот пар и попадает в вытяжку и выносится на улицу и там в общем куда-то там в канализацию выбрасывается так вот мы расположили специальный короб из медной фольги над разрядной камерой соединили его с помощью проводов с электроскопом и когда мы включаем разрядный разряд и вот вся машина начинает работать электроскоп начинает заряжаться то о чем сегодня уже говорил Климов но мы это подтвердили в другом совсем эксперименте и у нас отдельно совершенно электроскоп мы не собираем разряд внутри из этого самого из разряда мы заряд собираем где-то снаружи и вот смотрите что происходит вот снаружи располагаем камеру и на ней этот сам электроскоп тоже начинает реагировать вот то есть как будто бы зарядники заряда никакого не должно быть а вот как будто появляется заряд ну и вот здесь вот некоторые оценки как обычно при докладе это все невозможно понять и толком рассказать но могу сказать что наши оценки показывают мы все емкости электроскопа этого знаем время действия все это можем померить в результате вот наша оценка примерно 10 15 частиц за 10 секунд то есть примерно 10 10 10 12 частиц непонятно чего мы их называем темный водород в секунду генерируется вот в таком процессе потому что электроскоп это показывает вот эксперимент супер важный эксперимент вот опять вот знакомая вам картинка вот генератор водовоздушной смеси вот пар идет мы его называем пар на самом деле это такая водовоздушная смесь там пар тоже есть но его мало в основном вода в таких форме дальше потом уходит через разряд вдоль разряда и потом уходит в вытяжку все замкнутое замкнутый объем разрядная камера замкнутая над ней над ней вне нее располагаем герметический сосуд из пластика к нему в трубочке подключен USB датчик давления который на ноутбук и ноутбук регистрирует показания вот этого датчика то есть таким образом мы измеряем давление внутри герметичного сосуда вот смотрим что получается вот если мы не включаем разряд то давление практически стоит на уровне атмосферы вот так вот как только разряд мы включаем давление начинает падать давление начинает падать в чем дело вот второй эксперимент ну подтверждение что ли когда две одновременно бутылки у нас на самом деле таких датчиков сейчас пять штук мы поняли что это очень важное направление вот две бутылки одна стоит на расстоянии 30 сантиметров подальше а вторая совсем рядом с разрядом вот синяя рядом с разрядом падает давление в ней а в красной которая подальше оно практически стоит хотя если вы посмотрите то некоторые отзывки у красной и у синей совершенно одинаковые таким образом давление реагирует на то что-то там происходит за счет чего я сейчас поясняю в чем суть значит тот кто занимается газовой динамикой тот знает что давление пропорционально вот такая формула известная равняется НКТ это количество частиц она будет температура если предположить что температура меняется слабо а так оно и есть в данных условиях вот изменение давления пропорционально изменению количества частиц воздуха в данном случае в этой бутылке и что-то меняет количество воздуха в этой бутылке и я вам только что говорил чуть пораньше о том что именно соединение вот этого темного водорода с кислородом за счет магнитных сил приводит к слепанию приводит к тому что количество частиц воздуха просто воздуха уменьшается и это и есть один из методов геомортики ну вот я показываю наверное в свое время разрабатывался метод крутительные весы с магнитами которые вот наш типичный никель водородный генератор вот начинает вращаться как только генератор начинает работать весы начинают вращаться с именем времени вот не буду здесь это разобъяснять мы вот установив несколько таких вот методов я считаю они революционные методы вот новые по крайней мере методы генерации регистрации кроме CD-диска вот еще два напомню с помощью изменения давления измерения давления и с помощью измерения генерированного с помощью микроскопа значит вот мы поняли что нужно бы заняться где же собственно в каких же процессах этот темный водород генерируется только ли в разрядах или еще где-то еще я тут перечислил мы ясно понимаем что в никелеводородных теплогенераторах это происходит при разрядах водо-воздушной среде сейчас я вам покажу еще три места где это происходит значит вот кто такое у меня две минуты осталось до конца своего доклада сколько тебе еще надо вот у меня сколько времени еще вам потребуется пять минут пять минут хорошо спасибо у меня к сожалению компьютерная зарядка стала падать поэтому я подключился извините немного отошел показываю еще значит вот методы генерации темного водорода как мы его называем для простоты это какое-то неизвестное вещество вот нам кажется что мы правильно отгадываем вот свойства и поэтому мы имеем право называть водород потому что важны и магнитные и электрические свойства вот установка значит вот горелочка туристическая горелочка на основе природного газа вот просто горит горелка вот здесь вот негорючий экран пластиковая такая негорючая поверхность толщиной примерно там два сантиметра вот за ней располагается CD-диск в этиленовом пакете вот я показывал как выглядит CD-диск чистый совершенно ничего там нет на нем он абсолютно чистый когда я беру его из нового пакета вот а вот смотрите вот через три часа нахождение рядом с этой горелкой вот что происходит вот на поверхности CD-диска вот это уже по микроскопам естественно с увеличением 40 раз примерно вот такая вот картина черти чего смотрите вот все испещрено чем интересно вот что вы когда я возьму этот CD-диск в сторону из-под микроскопа вы ничего на нем не увидите такое ощущение что он нормальный и когда я его в компьютер засовываю этот CD-диск компьютер его воспринимает как нормальный потому что компьютер анализирует поверхность между алюминиевой и вот этой поликарбонатной значит вот пластинкой если там поверхность не нарушена то компьютер считает что все нормально а вот а вот визуальное наблюдение вот вот что показывает что происходит с этим диском то есть это вот обычные обычные планы являются генератором вот этого вещества значит второе направление я ну это вот Баранов помогал это наша совместная работа значит я взял автомобиль какой-то вот похожий автомобиль значит вот на выхлопе там же тоже горение там тоже есть постоянные значит электрические разряды вот и предположил и разумно очень предположил что там что-то тоже может похоже происходить вот на 20 минут на выхлопной трубе этого самого в телевом пакете CD-диск подвесочный около автомобиля работающего все на 20 минут все испечрено какими-то следами то есть генерируется это вещество генерируется и в работе автомобиля вот ну и наконец вот смартфон значит смотрите вот ставлю смартфон на зарядку под ним к году CD-диск полиэтиленовом пакете вот смотрите какая вот на нем вот какие вот как будто какой-то просо насыпано как будто так весь CD-диск испещрен я сейчас на самом деле вот если кто меня видит вот я показываю что я на самом деле CD этот самый смартфон сейчас в руки не беру вот у меня есть такая вот если кто меня видит вот на экранчике вот у меня есть такая державочка для селфи я в ней вот этот зажимаю телефон потому что в руки его брать вот вот я вам показываю вот такие вот пятна у вас на руке понимаете генерируются с помощью этого работающего смартфона вот пожалуйста это все имейте в виду вот ну вот еще такие вот смартфоны вот смотрите вот коллекторы это же магнитные частицы вот они слипаются слипаются со временем все больше больше слипаются вот смотрите такие красивые красивые такие вот вот если вы посмотрите внимательно там внутри кольцо такое вот из этого вещества а вокруг него это все кислород 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 и этот самый окислы керамики вот они вот такую вот конструкцию а вот это все по телефонам На CD-диске, размещенном под телефоном. Вот это, значит, вот такой след, например. Если вот хорошим микроскопом разглядеть, это вот факторный след вот в этом месте будет. То есть эти айфоны или телефоны эти, это тоже одни из источников, значит, вот такого сигнала, такого вещества. Кстати, обращался в Huawei с вопросом, чтобы, может быть, они заинтересуются этой вот проблемой. Мне ответили, нет, нам это не интересно, нам IT интересно, а это ерунда какая-то, нам это не интересно. Раз вам не интересно, вот я говорю, вы не знаете еще, что вы делаете со здоровьем человека. Ну вот выводы. Все, я заканчиваю. Александр, извини. Значит, показано, что вещество, образующее стеки и катеры на CD, приносится по тракту с водо-воздушной смесью, показано, что вещество, образующее треки и кратеры, образуется при горении углеводородов, при работе телефона, при работе двигателя внутреннего сгорания, и разработаны объективные методы диагностики, а именно электроскоп и падение давления при облучении. Кстати, хочу сказать, я довольно хорошо образован в энергетике, в обычной, вот, и могу сказать, что вы себе не представляете, какое количество газа сжигается ежесекундно человечеством для того, чтобы обеспечить его существование. Поэтому, мы знаем, что тут вот Тасвернов, он из атомной энергетики к нам сюда пришел, возможно, атомная энергетика в этом смысле является гораздо более экологически и человеческой, человечно щадящей, чем обычная энергетика. Просто мы пока этого еще не понимаем. Спасибо, я закончил. Так, у нас время, ну, как бы, превышено. Есть предложение вопроса перенести на вечер, на сессию вечернюю. Поддерживаю. Поддерживаю. Тогда... Вопрос. Я хочу важнейший вопрос задать. Который... Хорошо, один вопрос только. На вечер. На вечер. Нет, не на вечер. На вечер. Не надо. Володь, задавай, задавай. Я слушаю. Вы учитывали, что во всех ваших условиях рождаются заряженные кластеры. Всегда. И при этом, если у вас получается по вашим частицам 10 десятых частиц заряженных кластеров, то они могут создавать объемные структуры порядка 20 микрон. То есть, все, что вы видите, это не что иное, как реакция на то, что у вас в воздухе изначально существует до порядка 10 четвертых ионов, которые в ваших условиях будут размножаться, и на несколько порядков их концентрация будет увеличиваться. И поэтому вы будете мерить всегда и ваши зарядки, и электроскопом. В общем, скорее всего, это роль кластеров, заряженных ионов кластеров. Это не вопрос, это замечание. И хорошо бы это обсудить как раз на вечернем круглом столе. Хорошо. Совершенно согласен, потому что, Володь, все, что ты говоришь, безусловно, я это все прекрасно понимаю. Это хорошо для школьников все вот это. А вот мне вот такие вещи рассказывать не нужно. Я, естественно, это учитываю. Спасибо. Так, переходим к третьему докладу. Чепелев у нас с докладом о высокочастотном излучении разряда ксеноний в магнитном поле. Володь Николаевич, отключитесь. Так, давай. Я буду включать. Вот, видно, да, наверное? Сейчас, да, видно. Все. Отлично. Здравствуйте еще раз. У вас в сумме 30 минут на это вместе с вопросами. Хорошо. Если вы сумеете меньше. Значит, некоторые вводные замечания я буду выстроить, я думаю. Ну, про разряды в газах тут многое говорилось. Еще раз как бы перечислю. Ну, во-первых, это вот все классические схемы, да, с которых начинался УТС, прямые ловушки, такамаки, да, там вот везде вот плазма, да, рассматривалась, да, итеревая. Ну, то, что здесь на конференции много раз тоже упоминалось, и в этот раз это вот разряды в потоках. Это Климову Анатолий Ивановичу эксперименты, Марина, вот похожий тоже в потоках. В клеющем разряде вот как бы есть аналогия вот у экспериментов вот этих, Саватимова Каравут и многие-многие другие. Я же, когда свои эксперименты начинал, это были 2000-е годы, я про это ничего не знал, про Леннер что-то слышал, но как бы всерьез это не воспринимал. Ну, значит, заинтересовался разрядами в газах, и была сделана вот такая вот установочка. Поскольку экспериментальной базы у меня не было тогда никакой, в качестве разрядной трубки я использовал то, что было под рукой. То есть это штатная газоразрядная лампа, импульсная, типа EF-800. Здесь, значит, показана схема установки. Эта лампа находится внутри некого каркаса. На него намотаны две катушки. Вот первая и вторая. Также это все находится в магнитном поле. Поле магнитное, оно направлено вдоль оси разряда, вдоль оси трубки. Значит, что представляет собой... Да, вот так это выглядит примерно. Такая вот установочка небольшая. Прямая разрядная трубка, магнитное поле и катушки. Вот, собственно говоря, лампа. Лампа играет роль разрядной трубки. Она наполнена ксеноном при давлении 500 тор. Ее размеры указаны. Здесь имеются электроды. Они выполнены из вольфрама. Но подробнее тут трудно сказать, насколько чистые материалы. Все это закрыто, по крайней мере, запаяно. И вот такая штатная конструкция. Так выглядит спектр тоже с документацией на эту лампу. Это спектр вспышки в ее штатном, обычном, нормальном режиме. То есть, здесь вот про спектр мы потом подробнее поговорим. Видите, ксенона есть и прочее. Эта лампа подключалась к блоку питания, который схематично представлен на этом рисунке. То есть, это блок питания переменного напряжения. Напряжение на выходе можно регулировать с помощью латера. Также можно регулировать частоту. То есть, это независимые два параметра. Частота и напряжение. Форма сигнала здесь на выходе вот этого повышающего трансформатора, она близка, скажем так, к синусоидальному. То есть, это переменное напряжение. Частотой там десятки килогерц, сотни. И напряжение там в районе киловольта там и больше. А может и меньше, значит, регулируется лазером. И вот было выяснено, что разряд в этой лампе может, вообще говоря, существовать в двух разных режимах. Я условно назвал это стационарный режим. Это когда у нас есть один канал разряда. Вот такой шнур плазменный внутри лампы. А есть это, называемый, нестационарный режим. Он выглядит вот по-другому. Выглядит как такая мелкая кеточка. Как будто множество каналов, находящихся вот в этой разрядной трубке. И вот даже глядя на эти фотографии, а это вот с обычным телефоном фотографировано, видно, что вообще говоря, цвет-то разный у этих разрядов. И тогда же вот, да, вот, значит, эти два режима, они реализуются примерно следующим образом. То есть они зависят от соотношений напряжения и частоты. И есть некая область, я так условно на этой диаграмме ее показал, где реализуется этот нестационарный режим. Это не очень большие напряжения. То есть это вот скорее такая предпробойная область. И далее, если повышать напряжение, то разряд, значит, вот из этого нестационарного режима, он переходит в стационарный. И что же теперь обнаружилось в этих двух режимах? Вообще говоря, обнаружились разные эффекты. Ну, во-первых, вот это 2008 года, как бы старые эффекты, как именно тогда, что удалось наблюдать. Ну, во-первых, вот этот каркас для лампы, я изначально сделал его из пластиковой трубки. Значит, она вот в результате работы, она просто расплавилась и вот центральной частью испарилась практически полностью. Значит, ну, конечно, это можно по-разному интерпретировать. Понятно, что любая лампа, она нагревается, да, у нее вкачивается мощность какая-то электрическая, она переходит в тепло. И то, что здесь вот расплавилась трубка, ну, с одной стороны, в этом нет ничего удивительного. Но, как бы просто запомним это. С другой стороны, на вот этих катушках, которые были намотаны на каркас, на них был зарегистрирован воскочастотный сигнал довольно большой амплитуды. И этот сигнал, он регистрировался как раз в нестационарном режиме. Видно, это еще старый осциллограф, то есть это в те времена и других не было. Значит, вот такая фотография осталась. Вот, значит, второй эффект, это некое воскочастотное излучение происходит в нестационарном режиме. Ну и третье, значит, в общем-то случайно оказался дозиметр рядом с этой установкой. И вот видно, вот стационарный режим, вот один канал разряда, дозиметр показывает, в принципе, фоновые значения. Тут ничего необычного нет. А в нестационарном режиме он мгновенно переходит в зашкал, выдает сигнал тревоги. И когда, значит, это произошло, то первая мысль была, конечно, что вот, наверное, тут какие-то ядерные излучения, идут ионизирующие излучения, возможно, какие-то ядерные процессы даже вдруг там пошли в этой лампе. Неожиданно, но это, так сказать... Володь, для понимания еще раз объяснить, чем отличается стационарный от нестационарного внешне? Внешне, тем, что в стационарном режиме вот один канал видится, один шнур, вот в разрядный... Вот один шнур видится, вот ты называешь стационарный, а как только много шнуров, нестационарный. Да, совершенно верно. Это я так назвал условно. Вот, теперь, чтобы было это понятнее еще раз, я покажу кино. Смотрим. Вот стационарный режим. Дозиметр в нормальном состоянии. Шнур плазменный один в лампе. Потом постепенно, значит, переведем это в нестационарный режим установки. Это эксперименты уже современные. Они повторились, в общем-то, результаты. С тех пор мне удалось повторить. Пока все нормально. Вот нестационарный режим. Сразу сигнал с дозиметра мы слышим. Вот зашкал. Вот множество каналов в разряде. Их видно хорошо. Вот обратно перешли в стационарный режим. Ну, сейчас показания нормализуются. Все, сигнал пропал. Переводим. Все. Значит, ну, дальше было выяснено, что вообще говоря, этот дозиметр, который тут использовался, он очень чувствителен к электромагнитным излучениям. И находясь рядом с источниками электромагнитных излучений, он точно так же насчитывает импульсы. И поэтому было такое предположение сделано, что, скорее всего, это реакция на электромагнитное именно излучение разряда. И решено было его поисследовать еще раз. То есть, вот такая схема измерений. Это уже современный эксперимент. Мы осциллографом измеряем ток разряда и смотрим, что при этом происходит на диагностической катушке. Здесь надо еще раз обратить внимание, что эта катушка намодна фактически на разрядную трубку. То есть, она перпендикулярна каналу разряда, и поэтому индуктивной связи тут нет. То есть, это такой трансформатор с ортогональными обмотками получается, но, правда, во внешнем магнитном поле еще находится. Значит, вот датчик тока, который мы использовали. Достаточно широкополосный. Он может отрабатывать фронты до одной наносекунды. Чтобы напряжение с этого датчика в ток перевести, здесь вот есть коэффициент, вот этот минус 6 дБ к кому. То есть, это надо напряжение умножать на 2. Тогда будет в амперах. То есть, если пересчитать по простому. Значит, вот что мы измерили. Слева это стационарный режим. Здесь вот такая более-менее периодическая структура сигналов. Видно желтый канал. Это вот ток. Вот он повторяющийся импульсы. Фактически те, которые дает источник питания. И какой-то сигнал на диагностической катушке небольшой. И там за счет микроскопной связи. Еще чего-то. А вот в нестационарном режиме тут ситуация другая. А тут иногда возникают, как видно, что не каждое колебание блока питания. Возникают импульсы намного большей амплитуды. То есть, если их детальнее посмотреть, то вот что они с собой представляют уже на разных масштабах. То есть, это нестационарный режим, опять же. То есть, вот мы видим ток разряда. Произошел разряд. Дальше здесь происходит некие колебания. Колебания с частотой несколько мегагерц. То есть, если посмотреть, вот это вот одна микросекунда в клетке. Это если бы один период был за клетку, был бы один мегагерц. То здесь несколько мегагерц. Там три примерно. Володь, желтый это ток, синий энергетик. Желтый это ток. Да, это ток разряда. Вот. И видно, что вот периодически происходит разряд, другой масштаб времени. Да, причем здесь, смотрите, здесь вот это излучение, условно его так назовем. Если 5 вольт в клетке, то есть, тут где-то больше 10 вольт. А вернемся на стационарный режим. Здесь 1 вольт. Ну, то есть, где-то вот 10 раз увеличивается сигнал. Вот так это выглядит. Здесь ток тоже, соответственно, намного больше. Импульсы тока видны. Но было также исследовано в СВЧ-е диапазоне это. Потому что было предположение. Это вот Валерий Николаевич тоже такую теорию проповедует, что есть излучение высокочастотное. И сверху высокочастотное, даже до терагерц. Ну, у нас был вот такой детектор. Он, конечно, не широкополосный. Но, тем не менее, вот решили мы его тоже здесь подставить рядом. Диапазон несколько гигагерц. Он зарегистрировал сигнал. Правда, очень слабый. То есть, я бы так, ну, серьезно его не воспринимал. То есть, это, он, конечно, чуть больше шума. Да, вот он коррелирует с импульсом тока. Но, возможно, это наводка. Поэтому тут надо еще разбираться. В общем, мощного СВЧ-излучения нет. Я бы так сказал в данном случае. Вот. Ну, дальше решили мы посмотреть, а что собой представляет сам разряд вот этот в нестационарном режиме. Поэтому вот взяли высокоскоростную камеру такую. Это спасибо Андрею Чистолину и его лаборатории. Тут, как бы, очень сильно помогли с оборудованием. У меня, конечно, в домашней лаборатории такого нет. Значит, и вот. Вот что мы обнаружили на видеосъемке теперь. Вот, во-первых, я бы обратил внимание на стационарный режим. Вот смотрите, здесь, видите, здесь есть характерные такие вот утолщения. Это страты, на самом деле. То есть, вот этот разряд, он на самом деле стратифицирован. Как ни странно. Вот на других там еще, мы посмотрим это, более четко видно. А в нестационарном режиме никакого множества каналов не обнаружилось. То есть, обнаружился один канал. То есть, канал, на самом деле, все время один. А вот эта иллюзия множественности каналов, она возникает за счет того, что просто разряд происходит каждый раз в разном месте. Причем, если вот экспозиция у нас 34 микросекунды была примерно, в нестационарном режиме разрядный канал занимает один кадр всегда. То есть, он короче 30 микросекунд. То есть, может, там десяток микросекунд. Может, еще короче. Вот, то есть, только на один кадр он попадает. Дальше идет много кадров пустых. Да, и снова разряд уже в другом месте. В стационарном же режиме у нас на всех кадрах практически одна и та же ситуация. То есть, вот он практически не меняется. Вот на фотографии, что видно в стационарном режиме. Видны страты. Да, то есть, как бусы, нанизанные на нитку. Да, вот аналогия какая-то есть. Как бы, что это означает? Пока, как бы, пока я просто рассказываю, что мы зарегистрировали. Дальше, вот на фотографиях тоже, что видно при разной выдержке. То есть, видно, но это фактически еще раз подтверждает, что канал разряда-то у нас все же один. И просто на больших выдержках у нас попадает несколько разрядов. Вот здесь они видны. И здесь, опять же, вот, что интересно, цвет меняется. Вообще говоря, цвет их может быть разный. Да, вот, например, здесь вот этот кадр. Он особенно так характерен, что вот с этим если сравнить. То есть, даже без анализа оптических спектров видно, что что-то там происходит. Ну, конечно, мы решили спектр поанализировать. То есть, вот оптический спектр снят. Все линии мы расшифровали. То есть, все вот эти вот линии. Здесь они относятся к синону. Как бы это все четко. Ну, в лампе пойдет на ксенон, в лампе запаяна. Странно было бы там наблюдать что-то еще. Но это вот в этом диапазоне. Да, видно вот два спектра соответствуют стационарному и нестационарному режиму. Ну, практически они совпадают. А вот другой спектральный диапазон. Вот здесь вот получилось поинтересней. То есть, здесь есть линии ксенона, опять же, так же. А есть вот какие-то участки вот такого вот сплошного спектра. Причем он появляется в стационарном режиме. То есть, ну, вначале казалось, что внестационарном что-то интересное. То есть, внестационарном у нас получается электромагнитное излучение. А зато в стационарном у нас появляется вот такой вот сплошной спектр. Как бы молекулярный спектр. Для этого, для того, чтобы понять, что это вообще такое, мы вот эту программу использовали с ПКР, которая позволяет моделировать спектры разных веществ при разной температуре. И вот подогнали мы этот спектр. Вот тут видно, да, экспериментальный. И вот красный модельный спектр молекулы С2. То есть, вот так это совпадает. Значит, откуда там молекула С2? Ну, непонятно на самом деле. Ну, тем не менее, вот такой результат получился. Еще раз говорю, лампа запаяна в кварцевая трубка вольфрамовые электроды внутри ксенона. Ну и напоследок, вот это буквально за несколько недель до доклада этого, я обнаружил вот такую статью касательно эффекта Хачесна, который вот этот эффект, в принципе, известен. Боб Гене, вот про него рассказывают периодически. Вот сам автор в этом журнале, вот в 93-й год, приводит некие схемы своих установок, там без подробного объяснения. Ну, вот смотрите, ксенон-тюб в середине у нас, вокруг катушка, тут какой-то каркас, питание высоковольтное. Ну, как бы, что это, к чему, конечно, трудно понять, и сам этот эффект Хачесна, это вообще, как бы, да, отдельная история, но аналогия, я считаю, есть. Почему так произошло, не знаю. То есть, когда я свою установку делал, я этой информацией не обладал, ничего подобного сделать не собирался. Ну, тем не менее, очень похоже. Вот, пока что все. Как бы, гипотез особых не измышляю. Просто, вот, экспериментальные данные. Действительно, есть излучение высокочастотное в таком разряде, но, заметьте, что это не отменяет того, что там есть еще какое-то излучение. Да, то есть, дозиметр реагирует на электромагнитное излучение, но, может, там еще какое-то есть. То есть, будем исследовать. У меня все. Спасибо за внимание. Так, у кого какие вопросы? У меня есть вопрос. Давай. Погоди, погоди, погоди. Там должен ведущий назначать. А вот это ведущий и есть. Владимир Львович, давайте. Да, давайте. Я хочу вам показать некоторый прибор, который придумал Голка. Это со строчником, лампа, наполненная неоном. Вот в ней вот ваши все эти эффекты, которые вы видите. Только в сферической геометрии. Да не то же самое. Не то же самое. Почти то же самое. Я сейчас верну специально. Вот строчник, да, вот смотрите. Строчник и лампа, да, все точно оно. Ну, газ другой. У меня ксенон, у меня других не было просто. А это неон. А там неон. Да, это известно с 1989 года. Я придумал вот эту игрушку Роберт Голка. Ну что, вопрос в чем? Да, а что как дальше? Это скорее замечание. Это замечание. Но должен же быть вопрос. Ну да, Анатолий Ван, у вас рука поднята. Вы задаете вопрос? Володь, вот все-таки, наверное, понятно у всех там, значит, недоумение, значит, ну ты сделал закидон. Какая связь с Ленаром? Раз. И если я сниму магниты эти, что поменяется у меня сразу рядом? Два. Ну да, хороший вопрос. Значит, ну, во-первых, почему с Ленаром? Ну, я-то сам, когда это все увидел, то, ну, не интерпретировал, как Ленар там какой-то. Почему я здесь вообще этот доклад выставил? Ну, во-первых, Валерий Николаевич как бы обращает внимание на высокочастотные излучения в разных непонятных эффектах. Поэтому вот спасибо, кстати, ему. Он тоже стимулировал эту работу. И, как бы сказать, благодаря ему она тут в том числе и показана, что да, в таких разрядах бывает высокочастотное излучение. Реагирует дозиметр, которым мы часто вот пытаемся какие-то ядерные излучения поймать. Дозиметр это, ну, ты же вспомнил. Да, вот, пожалуйста, у вас тоже самое происходит на самом деле. Абсолютно. Потому что так же вы нейтроны там насчитываете. Нет, ну, мы там это делаем в коробке. И последнее. Вот действительно какой-то странный спектр мы обнаружили. Нет, вот С2, С2, это, так сказать, ну, маркер у многих, у многих. То есть, особенно, если добавишь инертные газы, особенно гелий. Вот там С2, сажа появляется. Да, это. Правильно, это когда у вас все открыто. А когда у вас запаивали, там попали. Запаялая лампа кварцевая, конечно. Все равно, все равно идет так. Это известно. Шибков, Валерий Михайлович, всегда говорит, что от С2 избавиться от паянных лампок невозможно. Но, с другой стороны, у него в одном есть разряде, в другом нету С2. Вот что самое важное. Слушай, Валерий, все-таки то же самое, и, заметьте, то же самое связано с излучением. Как бы, в одном режиме у нас излучение, а в другом режиме у нас С2. Вот, что хотите, то и выбирайте. Но ты все-таки насчет магнитного поля не ответил. Да, это я просто не успел. Да, значит, магнитное поле, я вначале думал, что оно играет вообще какую-то роль большую здесь. И предполагалось, что вот оно как-то закручивает эти каналы, и благодаря ему происходит вот этот нестационарный режим, в том числе, сейчас я снова покажу, вот, что там вот как-то закручивается этот разряд магнитным полем. Но, вообще говоря, эксперимент показал, что оно толком не влияет на ничего. То есть, в принципе, можно лампу и без магнитов включать. Конечно. Вот голка делала, никаких магнитов нет. Эффект такой. Мы про этот эксперимент пока говорим, а не про другой. Поэтому, да, действительно, принципиальные роли они не играют, как выяснилось. Понятно. Спасибо. Так, последний вопрос. Дмитрий Баранов. А, слышно меня? Да. Да, да. Володь, вот такой вопрос. Вы проверяли электроды вот этой лампы. Вот мы натолкнулись в свое время на то, что вот эти электроды, они радиоактивные, туда торий добавляют. Для того, чтобы поджиг был быстрый. И мы просто видели те самые гамма, которые вот идут от этих электродов. Вы это не смотрели? Нет, вот как бы излучения ионизирующие, они не исследовались, скажем так. Тут вот только на уровне бытового дозиметра. Как бы он не реагирует. Но это понятно, это слишком слабые. Здесь нужен гамма-спектрометр нормальный. Да. Ну еще. У меня есть отдельные электроды, тарированные вольфрам. Правда, от другой лампы. Как бы, да, есть от них реакция. Вот если ты нам дашь такую же лампу, мы проверим, есть там тори в этих электродах или нет. Ну, вы ее разобьете? Нет, снаружи. Нам это не нужно, мы без этого проверим. Хорошо, да, можно. Хорошо. Вот, еще, у меня есть замечание по поводу углерода. Слушай, аналогичную штуку я видел когда-то давно в этих выпутах с Висмутом. До черта углерода вылетает. И модель была предложена, что просто разваливается Висмут на много-много углеродов и калий. Дим, но это во многих экспериментах этот углерод. Да, во многих. И вот тут у тебя ксенон может разваливаться. Я думаю, модель, как ксенон разваливается. Ну, да, вот ксенон 54, да, углерод 24. Ну, Как-то углерод 12. Ну, в смысле С2 там молекулы, ну, 12, да. Ну, в общем, да, можно несколько углеродов отсюда вытащить, наверное. Да нет, звездливо. Это не изделие. В гелии то же самое образуется, как вот сажа прям на стенках образуется. Конечно, образуется. Слишком мало нуклонов, чтобы углерод сделать. Причем, коллеги, это уже обсуждение, давайте обсуждение перенесем на вечер, на круглый стол. У нас еще один доклад, Надеждин. Александр, по-моему, его зовут, да? Александр, Александр. Александр Данилович будет. Так, Александр Данилович, давайте посмотрим вашу презентацию. А здесь еще вот она, да. Так его. Значит, внизу демонстрация экрана, нажимаете. Нажал уже, оно почему-то по-другому выскочило. У меня все остальное на экране выскочило. Сейчас, секунду. Нет, ну вот вы выбираете из этого все, что у вас там на экране, выбирайте именно вашу презентацию. Вот, все нормально, отлично. Ну, я вас научился. Вот, теперь нажимаете слайд-шоу. Слайд-шоу. Нажал его, да, вот. Вот, все, отлично. Я хочу сказать привет вам из осенней Канады. Это фотография прямо из моего окна была. Позавчера. Значит, я хочу сказать, повторяя слова предыдущего докладчика, для чего я это все выставил, значит, все претензии должны быть к Валере Николаевичу. я вообще присоединился послушать, потому что это все не моя сфера. Я с интересом слушаю, как-то вспоминаю чего-то. Вот, а Валерий Николаевич говорит, что вот интересно, потому что я как-то высказался насчет использования металла для того, чтобы ставить эксперименты с водородом, в том числе и с темным, если он вообще есть. И поэтому я сделал такой довольно поспешный обзор, называется критическим, конечно, не критический, но интересно, что мне удалось найти массу статей на эту тему в последние десятилетия. То есть тема очень горячая, судя по всему, и очень много работ ведется в Японии в соответствии с тем, что вот вчера некоторые говорили. Значит, я с вашего позволения буду читать, потому что я по-русски не делал докладов вообще часто. Вот. Короче, два основных стимула для использования, для изучения водородов в металле. Первое, что металл используется для накопления, запасания транспорта водорода, а также для его реакции, в том числе и для холодного синтеза, как, в общем, начали, по-видимому, флешмены и понцы. И второй очень серьезный эффект, это его влияние на прочность раскрескивания металла, инженерных металлов, в частности, стали и титаны, кстати. И в последнем огромный кузов литературы посвящен стали, там много всего намерено. Немного общих слов растворимости в случае сплава жебеза, в том числе нержавеющей стали, например, дуплексной нержавеющей стали, концентрация 40 ppm, ppm это парс промиллен, считается высокой концентрацией, это соответствует всего 2 атомам водорода на 1000 атомов решетки. В такой ситуации дефекты играют заметную роль растворения, потому что это приблизительно количество дислокаций в нормальном металле. Но еще большую роль они играют в перемещении искусствует... А ты менять свои будешь слайды или как? Да, вот я сейчас буду, буду. Значит, вот что, надо сказать, что даже в очень высоком количестве дислокаций и дефектов в металле количество этих дефектов не очень влияет на растворение водорода, например, высокоуглеродистой стали, где углерода на число атомов металлов в железе приблизительно 1 к 20, то есть намного порядка превышающей концентрацию водорода, достижимую при тяжем условиях, растворимость меняется всего в два раза. Я говорю растворимость, потому что это то, что считается правильным термином в связи с разворимость при низких давлениях до 100 атмосфер и в общем пропорционально корне квадратным из пропорционального давления водорода в окружающей среде, значит, это говорит о том, что это одно из свидетельств того, что водород существует в металле в атомарном виде, то есть он диссоциируется при растворении. Дальше, значит, для того, чтобы понять, что я дальше там буду говорить, как бы основной моделью перемещения водорода является обычная диффузия, которая происходит с помощью перископов и тут есть некая формула, которая позволяет оценить время распространения водорода, а также на водораживание и эта формула прямо является решением этого мнения. Дальше есть график, который показывает, что когда безразмерное время приблизительно единица, то насыщение произошло. То есть если в литературе появляется экстендифузия, из него сразу вытекает водораж. Этот закон, который я упомянул, он называется законом Силерта, ему больше 100 лет и на основе этого закона, так сказать, построена установка тоже очень старинная и ей до сих пор пользуются очень активно. Ну, тут просто образец сначала эвакуирует, потом туда запускает водород небольшими потоками и меряется, значит, сколько поглощается перед данным давлением. и вот здесь даже справа показана установка, которая существует в Беркли. Вот, изменяется диффузия с помощью обычных пленок металлов в несколько микронов и с давлениями и температурами довольно высокими. Здесь в этом обществе высокие температуры упоминаются, поэтому все эти величины как раз в этих диапазонах и делаются. Другой подход изучения диффузии и наводораживания это электрохимический вод, которым занимались флешманы и понс, и там просто создается некий катодный потенциал в проводящем растворе и, соответственно, это соответствует некой стациональной концентрации атомарного водорода, восстановленного из протонов. И эта концентрация соответствует концентрации водорода потом в самом металле. Или, допустим, когда наводораживают образец и опускают его в раствор, потом подвергают анодной поляризации, то есть сжигают этот водород, который выходит из металла на поверхности, превращая его в протон. Сам закон Сиверта выполняется не во всем интервале достижимого давления концентрации, как на следующем слайде. Хотя это не очевидно, в этих полулогарифмических координатах легко убедиться вот в этой части, что концентрация действительно в металле действительно пропорциональна колю из давления. Ну, здесь не такая шкала. Вот. Но это все хорошо до определенной концентрации. Дальше закон Сиверта не выполняется, и это связано с тем, что там образуются другие фазы. Здесь даже на этом графике показано, что меняется фазовое состояние, а именно металл из дактильного становится пол. Все эти исследования, когда делаются на аппарате Сиверта, они потом превращаются в некие графики типа Ариниусовского, и отсюда возникает энтальпия расстреления. Ну, в общем, все достаточно просто. Растворимость водорода в металлах может отличаться на 3-4 порядка, и самым лучшим расслабителем часто называют палладий. Но, как вы увидите дальше, многие другие металлы способны удерживать водород в решетке до концентрации вплоть до одного водорода на атом решетке. металлах но палладий отличается тем, что у него повышенная мобильность, то есть водород там двигается гораздо быстрее, чем во многих других металлах при данной температуре, и это необычное свойство, потому что чем лучше растворяется, как правило, тем он глубже сидит в потенциальной яме, и поэтому ему труднее переискать в металлах, которые растворяют водород, обычно два типа решетки доминируют, это так называем BCC, это Body Centered Кубик, это чистое железо, ну и другие вещи, и большинство переходных металлов, включая палладий, имеет так называем FCC, это Face Centered Кубик, на следующем слайде вы увидите картинки. Вот, есть еще один так называемый Close Packet Hexagonal, те люди, которые занимались титаном, знают, что это упаковка атомов титанов при комнатной температуре, и считается, что эта решетка плохо удерживает водород, и кстати, это справедливо для титана, потому что растворимость в титане при комнатной температуре очень низкая, в славах может быть и высокой, потому что при более высоких температурах титан переходит в другую фазу и приобретает конфигурацию BCC, Body Centered Кубик, такая, другая решетка, в которой водород расстреляется лучше, и легирование титанов может привести к тому, что эта фаза может быть стерилизирована при низких температуре, то есть вот когда насыщает титан водородом при высокой температуре, то потом опускает температуру, если там есть какие-то ленирующие элементы, то может остаться концентрация высокой. теперь вот посмотрим, что считается моделью растворения водорода. Во-первых, водороду приписывается некий максимальный радиус, который употребляется для того, чтобы поместить его в молекулярную модель, и есть два типа межатонного пространства, одно из них называется актоэдральным, а второе тетрагональным. Актоэдральное обычно удерживает водород в более глубокой яме, и, соответственно, растворение улучшается в таких ситуациях. Вот как устроена модель актоэдральной и тетрагональной. Существует несколько способов расчета, и эти расчеты ведутся вплоть до очень высоких концентраций водородов в металле. Одна из них называется density functional theory, это такая некая аналогия квандромеханики с другими функциями и искусственно придуманными потенциалами. И расчеты ведутся, ну, конечно, естественно, вычислительно и довольно-нодовольно точно до очень высоких концентраций. Вот есть еще более поправка. Да, здесь вот показаны результаты этих расчетов вот для различных металлов. Как мы видим, вот, пожалуйста, в актоэдрических и в тетрагональных объемах, ну, мы видим, какие энергии связывания. Иногда это эндотермический процесс, и, соответственно, зависимости растворимости от температуры бывают повышаются, бывают и понижаются. Вот это все последних лет, как вы видите, до 2015 все. Есть поправки к этому, когда учитывают, что при высоких концентрациях водорода в металле до единицы отношения водорода к металлу уже возникает некое взаимодействие между атомами и водородом, сидящим в соседних пространствах, и это учитывается при подсчете статсумы, отсюда возникают некие поправки. Но эти подсчеты, в общем, короче говоря, довольно близко подходят к эксперименциальным факультетам, и, в общем, все, что нужно знать о растворимости водорода при различных температурах и различных давлениях, в общем-то, известны из литературы. Как вы увидели, вот это японская работа. Вот, в железе. Теперь мы немножко поговорим о диффузии. В железе растворимость очень низкая, но диффузия при этом очень высокая. Это часто бывает скорее правилом, чем с некоторыми исключениями. Коэффициент диффузии в железе очень высокий. так сказать, вот этот просчет с помощью этой формулы, которую я переводил до этого, показывает, что 1-мм проволока будет насыщена в течение двух минут при комнатной температуре и 1-м атмосфере давления. Вот нержавеющая сталь, в которой, кстати, решетка удерживает водород лучше, и здесь есть просто несколько различных террорирующих стали на одной иной. Вот, кстати, картинка для чистого железа, а вот это для нержавеющей стали. И здесь нужны месяцы, чтобы насытить такую же проволочку водитель. Вот титан. Здесь мы видим, что при высоких температурах насыщение титана происходит довольно быстро. И это некий график ареневский, который не предполагает, что произошло изменение фазы, хотя, согласно другой статье, которую я читал, при температуре где-то ниже 800 градусов должна была бы этот, должен был бы этот график поменяться. в случае палладия довольно хорошо проделана работа по изучению диффузии водородов палладии. Здесь насыщался кусочек палладия, ну, проволочка водородом, а потом подвергалась анодному окислению, а именно водород при более-менее комнатной температуре просто так и сделался на поверхности с помощью потенциала и, соответственно, строились кивы, из которых возникал коэффициент диффузии. Значит, приблизительно время разряда водорода из палладия соответствует где-то трем часам. Справа очень интересный график, потому что изучили, благодаря тому, что это очень гибкий метод, удавалось померить коэффициент диффузии при очень низких концентрациях водорода. И, что интересно, что коэффициент диффузии резко возрастает на порядок величины при концентрации меньше какой-то очень низкой концентрации. Значит, с чем это связано? Так же, как и во во многих других работах высказывается предположение, что при низких концентрациях количество водорода соответствует приблизительно количеству дефектов. И сами эти дефекты, так называемые микротрещины, они способствуют движению водорода через металл. Совсем другим способом. Вот, так как здесь в этой компании довольно много физико-ядерщиков, насколько я понимаю, вот эта работа из Лос-Аламоса, где изучался эффект водорода на плутоне. Как мы видим, огромная установка, она тоже построена на принципе от метода фиверта. Ну, здесь смотрели на поведение дейтерии, все такое. В общем, короче говоря, благодаря вот этим всяким изменениям при различных температурах и давлениях была построена фазовая диаграмма, в которой видно, что водород в виде твердого раствора существует только до концентрации приблизительно одна десятая процента. а дальше идут уже так называемые гидриды. Гидриды тоже термин довольно расплывчатый, часто гидридами называют просто раствор водорода в металле, но в принципе это некие новые фазы, где водород связывается с металлом в форме уже некого интерметаллического соединения и, соответственно, свойства металла самого меняются. Почему плутоний интересен? Потому что плутоний очень активный металл и присутствие водорода ведет к очень быстрому окислению. Механизм описан в этой статье, он достаточно разумный. И из-за этого проведена большая работа. Я здесь приду выводом это в общем построено на основе того, что я начитал, но это все достаточно привильные выводы. Значит, водород растворяется в форме атмосфер в интерметаллическом пространстве металла. Часто, но не всегда фейс-центр растворяет водород лучше, чем боди-центр и так далее. Значит, в переходных и тяжелых металлах отношение водорода к металлу может достигать единицы. Как они называются? Дислокация? Дислокация, это нормально, да? Дислокация и включение в другие дефекты могут играть значительную роль только при очень низких концентрациях водородных металлов. Это общее мнение, хотя люди предполагают, это не так, но то, что намерено, это так. Растворимость может повышаться и понижаться в различных металлах хозяев с повышением температуры, но диффузия всегда увеличивается по температуре. И, наконец, диффузия водорода между разными металлами можно варьироваться больше, чем на 6 порядков. В чистом железе при комнатной температуре это вопрос минут, в полаге часов, в нержавеющей стали месяц. и так далее. Вот все, что я хотел сказать. Вы закончили? Да, выключить. Нет, нет, какие вопросы будут? Вот я вижу Анатолий Никитин, пожалуйста. Пожалуйста. Александр, у меня вопрос, ну, вообще два вопроса. Первый вопрос такой, допустим, рано или поздно человечество ставит перед проблемой передачи водорода по трубам, как мы передаем сейчас газы. Вот сравните, значит, вот как действует водород на, ну, скажем, на охрупчивание труб, скажем, из обычной стали. Возможно ли, или это действительно, так сказать, на этом пути будет какое-то препятствие? Это плохая идея, потому что вообще водород приводит к расстрескиванию. Если в обычных эксплуатационных условиях существует напряжение, какие-то, ну, чисто механические, то там будут образовываться трещины. И вообще, как выясняется, водород можно передавать прямо через металл. Нет, нет, ну, допустим, так вот, гидростанция, дешевая энергия, я делаю водород и передаю патруб куда-то там, в Китай, куда-то еще. Это возможно? Или на этом пути нет таких труб, нет таких металлов? А зачем металлы? Пластики какие-нибудь? Ну, пластики, водород, наверное, через пластики достаточно легко проходит, я так думаю. Да, да, так, ну, вот, возможно это проблема или будет непреодолимое препятствие? Эти трубы, эти трубы, в общем-то, не будут вечными. Чего-чего не будут, я не расслышал. Не будут вечными. Может быть, их керамикой изнутри покрывать? Нет, у меня вопрос такой, сейчас вот обычные стальные трубы, мы тянем там, скажем, на многие километры по дну морей, все дешево, действует, скажем, 20-30 лет. Вот, похожая вещь, если, допустим, водород транспортировать, сравнимо с этим, или это совершенно безнадежная вещь? Или придется делать золотые трубы, грубо говоря, по стойбости? Что нужно делать? Я вообще занимался металлургией немножко. Значит, нужно отжигать все места сварки, нужно, чтобы там не было, чтобы там не было остаточных напряжений, потому что водород фактически разрывает на части трубы, в которых особенно есть углерод. Механизмы довольно экзотические. Что происходит, что если существует избыточный водород в стали, то он в конце концов достигает того места, где скапливается углерод. В стали углерод же не растворен равномерно, а существует в виде кластеров, в виде так называемого перлита. И в этом месте высокая цикла углерода просто водород восстанавливает углерод до метана. Этот газ не помещается естественно в решетке, он скапливается в дефектах и достигает давления до 10 тысяч PSI, как это сказать, это значит 5 тысяч атмосфер. Очень говоря, металл разрывается на части. Я понимаю, спасибо. Значит, возникнет проблема, если такая проблема, то она не так легко решается. Спасибо. Это, кстати, происходит не только в хранилищах водородов. Скажем, если есть хранилище для аммиака, то там же такая же ситуация, потому что водород в принципе лобильный. нужно изготовлять эти металлические сосуды без напряжения. То есть нужно их в печке отжигать. Дизайн нужно делать соответствующее. Все понятно. Большое спасибо. Спасибо большое. Следующий вопрос. Павенков Геннадий. Прошу. Здравствуйте. Спасибо за ваш доклад. У меня такой вопрос. Вот вы сказали, что в палладе, в никеле, в металлах переходной группы у нас водород существует в виде атомов. Я знакомился с большим количеством литературы, где существует такая точка зрения, что он в виде ионов, то есть в виде протонов. То есть в данном случае, когда идет диффузия водорода, означает ли это, что мы получаем электрический ток? Знакомы ли вы с такими работами? Мерилась ли какая-нибудь проводимость? У меня не было особого времени для того, чтобы это изучать, но я имею в одной из статей ссылки на три работы, по-моему, японские, где показано с помощью расчетов, что это не так, что это водород. Ну, точка показания пока неоднозначна, потому что, допустим, я где-то с десяток работ видел, где измерялась проводимость гидридов этих металлов, и она менялась в зависимости от насыщения водородом. Вполне возможно, но это может быть под действием электричества поля возможно возникает некая диссоциация. Я не знаю, как... Нет, диссоциация возникает на поверхности, а дальше идет абляция. Ну, да, я, к сожалению, не в состоянии вам ответить на это разумно, но я вам могу дать эти три ссылки и вы посмотрите. Да, но здесь интересный вопрос возникает. То есть, имеем ли мы для реакции холодного ядерного синтеза холодную плазму, состоящую из протонов, в этих металлах? Вот то, что мы наблюдаем в гидридах металлов никеля, в гидридах палладия. То есть, если... Вот тут у нас вчера была дискуссия, говорилось о том, что, значит, употреблять ли понятие холодный ядерный синтез или им говорить о каких-то других там реакциях. То есть, если у нас есть исходные реагенты для холодного ядерного синтеза, то есть протоны, в виде холодной плазмы, в решетке металла, в палладии и никеля, то мы можем говорить, я так полагаю, о реакциях холодного ядерного синтеза. Вот у меня вопрос ко многим коллегам. Значит, давайте это обсуждение на вечер оставим. Следующий вопрос у Анатолий Климов. Скажите, пожалуйста, значит, Александр, вы все время упор делали на сплавы, на твердое вещество, так сказать, проволоки, допустим, вы говорили. А вот если взять порошки, причем сейчас уже берут нано-порошки или напыленные слои, какова там будет растворимость водорода? Я хотел как раз сказать, что, скажем, в очень высокодиспертном металле, например, я про сталь могу говорить, ведь чтобы получить сталь, которая представляет собой комбинацию высокой твердости и в то же время сопротивление хрупкому расстрескивания добиваются очень низкой, очень большой диспертности гранул, то есть структуру этого металла в обычном микроскопе даже увидеть нельзя. И тем не менее вот есть такая высоковережистая сталь, которую я как раз упоминал, у меня есть где-то даже табличка ее свойств. Там количество дефектов решетки превышает, намного превышает количество водорода, которое растворяется. тем не менее растворение водородов в таком металле всего в два раза выше, в чистом железе. Это показывает, что конечно эти дефекты не удерживают водород так, как удерживают решетки. как мне кажется. Спасибо. Можно? Да, пожалуйста. Последний вопрос. Можно вопрос? Я хотел спросить следующим, как из нашей дискуссии следовало, что диффузия водорода в органике достаточно быстрая. Теперь возникает вопрос, вот диффузия в стекле, почему я ставлю этот вопрос? Если у нас есть атмосфера, то в атмосфере содержится много водорода, тогда выходит, что каждая трубка, если у нее диффузия такого рода, как в органике, стеклянная трубка, она проводит водород, и на стенках тогда этих трубок накапливаются слои водорода. Сколько, как вы думаете, это существенные будут слои водорода? Знаете, я ничего не знаю о диффузии, и даже растворение в стекле, мне очень тяжело об этом судить, что в металле как бы это все подсчитано, имеется решетка, имеются некие модели подсчета со стеклом понятия не имеют, честно говоря, не могу сказать. Спасибо. Пожалуйста. Да. Ну что, коллеги, мне кажется, что мы должны сейчас заканчивать нашу утреннюю или дневную сессию. Встречаемся через два часа ровно в 16.00. Спасибо, Шури, Надежда, ну и это самое, спасибо Александру Просфирнову за ведение. Вот, Саш Просфирнов, я запущу в четыре часа, и потом опять тебе вот так же передам слово. Хорошо? Хорошо. Я останавливаю запись. Я останавливаю запись и выключаю эту самую конференцию. Спасибо.